всем здарова ребятки меня зовут павел и рад приветствовать вас в новой серии прохождения медиал дайности и сегодня мы продолжим атаковать квесты нас по-моему созрел с вами алвин ну да точно прошлой серии мы из тут так выходили там поговорили с этим в мячо татамом и он нас отправил киню госту обратно а вот он вольдер а тут история алвина он у нас созрел давайте прогуляемся до него 18 метров посмотрим что там случилось у я он переоделся смотрите а где твоя шляпа алвин привет что у тебя там нового выглядишь немножко по-другому да слушай приоделся здравствуйте последнее время я много думал о том что я собираюсь делать со своей жизнью и чего я действительно хочу так и хочу попробовать что-нибудь новенькое я хочу научиться стрелять из лука звучит как очень серьезное жизненное решение если честно для меня да вы поможете мне найти такого охотника который продает луки я не знаю что меня ждет впереди а вы точно не знаете как не сгинуть в пути прямо в рифму неожиданное путешествие говорите вы я с вами супер покажите дорогу мы также сможем спросить полибора где именно живет охотник да погнали конечно ты со мной пойдешь в пойдем у меня тут есть шикарный гоночный болит порнокопытный его зовут бублик бублик погнали покажу малвину где продают луки блин а ты прям это за мной прям так пойдешь слушать ну не козырно не козырно давай тоже пойду пешочком поддержу тебя блин он реально преобразился был такой пахарь невзрачная сейчас смотрите чё он него штанишки моя дня выкид за платочками воротничок неплохой чистенькая рубашка прям жених на выданье блин а чё тебя по ботинкам вы сапоги у тебя а у меня у меня какие-то обмотки ой я не снял эти зимние ботинки свои ну короче смотри вот так я путешествую до с удовольствием купаюсь мой здесь вот такой вот я странный он прям упорно идет ему прям все все нипочем ну ладно пойдем до фолибора благо идти тут недалеко тук-тук фолибор здорово здравствуйте недавно вы упомянули что у одного охотника есть на продажу луки не могли бы вы рассказать нам где мы можем его найти да однако это не он а она имя охотника гизелла она живет далеко на западе в деревне лесника или лесника спасибо давайте двигаться дальше будьте осторожны и в лесах и на дороге предупреждаю у гизеллы довольно скверный характер мы будем осторожны спасибо за советы история алвина поговорить с гизеллой а это уже где в лестнице слушай давай сядем с тобой тут есть один мужичок классный возит нас туда-сюда а вокруг костра уже люди собираются нужно строить строить дома приглашать всех накапливать рабочую силу пойдем алвин я тебе покажу сейчас сейчас только бублика еще позовем чтобы он не потерялся здорово мужик нам бы в лестницу поехать за пяти хачку простите но я не могу взять вас обоих это слишком большой вес для моей старой лошади едить колотить а вот египетская сила придется пешочком что ли пилить ну такое ну такое что сказать то то ты может сам небольшая беседа о чем вы думаете бла-бла-бла не могут и подвинуться до жалко придется пешочком идти ну поддержим алвина чего прогуляемся ой мухоморчики я же до сих пор не собрал получается не построил дом этого собирателя как он травника него пригодились грибы и просто насколько я понял разнообразие пищи это хорошо а еще если добавить рыбу там получается сытный пирог какой-то который добавляет еще и здоровья интересно было бы посмотреть хочется просто но сделать деревню такой живой самобытной чтобы них все было хотя бы вновь хотя бы в небольшом количестве ну ладно я наверное подключусь когда мы с алвином добредем мы бублик потеряли угли ты где а вот и бублик ну и как мы дойдем я к вам сразу подключусь что-то пока мы шли непонятно почему музыка заиграла какая-то странная тип боевая вот кучу листьев нашел а я в листьях перья прекрасно чё алвин ты такой кислый я не знаю не разговариваешь по пути ничего с бубликом это веселее ездить блин ну ладно у папара папа папа подожди активировались бандиты у него арбалет и бух хэдшот алвин алвин отойди отойдите говорю чё с этим бандитом не так так минус 3 до или там кто-то еще есть фух че-то это из испугался чуть-чуть сам малость да просто неожиданно я здесь ходил же уже тысячу раз от гастовии там до своей деревне и никого не было а вот он нифига себе вот это я конечно дал хэдшот взять бандит добыча бронзовый болт чего него тут винная бутылка пустая ну ладно деревянный болт все берем миска лучок 98 монет на секундочку но яблочки по мелочам деревянный арбалет блин вот у него ботинки конечно так большой кисет хорош ведро соленая рыба сыр даже ух сколько еды меха ну и всего две штучки но уже почти 200 монет получается да в сумме и чё еще у вас тут так сливовое вино факел тоже берем блин вот это тогда интереснее конечно что они спаунятся по пути следования до вдоль тропинок вот этих тогда конечно я согласен я уже просто хотел жаловаться вам что но в бандитов вроде добавили а ничего не происходит никто не нападает винная бутылка лук стрелу верни винная бутылка лук яблоко вот я хотел пожаловаться что но их все не видно не видно кто-то мне сказал что они там где-то накрою карты тусят оказывается вон чё спаунится все таки я надеюсь это не квестовая вот эта вот история что знаете ну вот пошли с алвином по квесту и нам нельзя было ехать по скрипту и что вышло то вышло да и вот они заспаунились я надеюсь что они так и я надеюсь что они так и впоследствии будут спауниться везде что это интересно хоть какой-то бодрячок поймал поговорить с гизелой и у меня кстати еще же добавился получается арбалет а ну-ка деревянный арбалет на деревянных болтах у хорош блин он деревянным так выглядит не очень тут чё они спаунятся короче я понял все это подлежит респауна и это круто это очень и очень хорошо кстати забыл вам сказать по моему да забыл перед тем квестом перед началом серии я пришел к в гастовию когда я уже со скрафченными флаконами туда пришел и продал вот и что такое камушек показалось продал там пару тысяч флаконов и глиняных штучек 30 я просто хотел не ходить вот так я не знал же что у нас тут алвин в тележку блин не помещается к извозчику соленое мясо берем и короче денежек немножко собрал вот чтобы оплачивать извозчика но теперь что идем пешком так пешком идем блин так нам не в эту деревню нам следующую ой ну ладно пойдем давайте здесь кинем то что на утоле кому-нибудь допустим кинге здорово бронзовый болт это конечно хорошо дубины забирай все каменные стрелы каменный нож пакел ведра я себе оставлю большой кисет стоит 200 блин монет дворянские башмаки у меня откуда-то появились интересные дела а где их я хочу их надеть а ну-ка и кстати сразу проверим у меня сейчас что у меня меховые сапоги если какой-нибудь товар вот бурдюк с водой 80 монет или вот давайте по вишневому вину ориентироваться 192 монеты до свидания и попробуем надеть дворянские башмаки так показывая свои товары до 192 монеты я просто думал что влияет знаете одежда если там красиво одет то может быть все думают что ты весь такой важный скидочку тебе делают но нет это так как выяснилось не работает я уж почти весь ее инвентарь опустошил монета почти не осталось ё-моё а чё я не отключал бесконечный вес а это думаю чем не так легко ходится нормальная этом когда флаконы крафтил возле дома флаконы возле дома крафтил там эти бревна таскал туда-сюда думаю сделаю покрасивше но естественно включил эту опцию пыша не все в инвентарь не влазили и забыл отключить хожу думаю что так легко оказывается вон она чё но сейчас у нас 41 килограмм в принципе нормально хорошо хоть заметил будем отыгрывать скромненький roleplay будем играть с ограниченным весом и веточек по пути у меня есть на костер теперь буду носить с собой постоянно штучек 20-30 чё такое это волки один до один волк охраняет какой-то лагерь ох ничего себе да и оказывается тут еще охотник и что у нас тут есть корзинку это полезно сушеное мясо медные стрелы я уже вижу что тут лежит топор железный и это как нельзя кстати может тут еще большой лук вот да алвин зачем мы идем покупать тебе лук если я только что нашел большой лук для тебя и даже каменный нож судя по всему да да вот приключение пошел степом за луком покупать что-то где-то какой-то гизель и по пути бандиты напали он решил еще и поохотиться немножко что-то там подпона продавать подожди алвин я слышу волка но не вижу я слышал как он рычит у меня в принципе есть подорожник с собой но не так чтобы я хотел прикладывать его к дырявой жопе от укусов возможно показалось ли а нет вон он бродит но и пускай там себе бродит сам себе на уме а мы с тобой в лестницу пойдем дальше классно что наконец-то бандитов увидели но не такая уж и большая опасность больше неожиданность но тем не менее это уже еще одно разнообразие в игру разработчики принесли вот дом охотник алвин нам сюда гизелла здорово приветствую мой друг алвин ой что-то тут со знаками припинания приветствую мой друг алвин хотел бы купить у вас лук ваш друг потерял язык нет конечно же нет я просто слишком болтлив в оба сразу же начинаете меня бесить вы без сомнения идеальная пара а теперь давайте перестанем болтать ребята и перейдем к делу покажите нам свои товары хорошо вот теперь это разговор давайте заключим сделку давайте мы чё купили алвин ты куда ты где открой дверь ты чё нас забрикадировал блин алвин идите твой мать только выпусти меня ты чё делаешь через окно то не выберусь вот ты конечно дура у алвин ну-ка ну как вот не с дверью разговаривать что ли а в буквальном смысле похоже мне нужно вернуться и поменять штаны говорит нам алвин вот почему ты не заходишь да она оказалась раздраженной и вероятно долгое время ничего не убивала или никого она устрашающая наверное есть медведей на завтрак что ж лук у вас уже есть опыт придет со временем вот несколько стрел из моего недавнего приобретения это за помощь мне снова да без проблем в любое время обращайся главное выпусти меня и нужно дождаться следующего дня а я так удачно забрел в эту деревню здесь же инструмент продается насколько я помню вот тут вот у нас ребятки откуда из фермерского сарая у них нет материалов а каких конкретно вас нет материалов мотыга сумка серп коса блин а как как бы вот точно узнать чего именно вам не хватает но скорее всего удобрений скорее всего да суши бог бубляж ты где там далеко нет подходи я сейчас буду отовариваться здесь у нас охотник здесь у нас лесоруб короче бублика я напичкал глиной и что там еще было известняк сейчас покупаем все бревна все ветки и делаем ход конем в нашем случае ослом из того что мы купили сразу крафтим уже схема у нас отработанная и перепродаем не вот этот факел тоже забирай этого у меня 7300 давай до свидульки мне нужно к вашему кузнецу тябальт здорово 1000 лет тоже с тобой не виделись давайте купим три косы 3 кирки топорики у нас есть с лопатами если что ты в принципе пожалуй все да можно еще только вот мне бы один ножичек пригодился а то я что-то устал эти каменные крафтить они слишком быстро кончаются если говорить про охоту ну и медных лопат кстати деревянные конечно это все интересно но пускай у нас еще будут медные в запаске все до свидульки спасибо большое нужно обзавестись потомством дождаться следующего дня или 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 история алвина дождаться следующего дня или поговорить с юни гостом давайте отправимся в гастовию на извозчике где он тут по моему справа где-то отправимся в гастовию палки я тут израсходовал опять а хотелось щемануть перед под перед дорогой так а до следующего дня оказалось еще слишком долго спать ладно тогда мы сделаем ход ослом опять же и заедем в браницу да так и время скоротаем и так далее мне нужно поехать и давай где тут браница 410 монет погнали я туда хочу заехать бубляж далеко там ой у нас все прям так близко бублик ты мне получается даже и не нужен пойдем прогуляемся я именно через этот свой именно через дачу решил проехать потому что нужно скинуть инструменты и ресурсы сюда же бублик ты не отставай там не слишком много нести давайте деревянную лопату все кирки косы топор тут у нас медные лопаты и ведро тоже сюда зачем она мне вместе с луком арбалет еще с собой потаскаю он мне нужен хочу его попробовать как он вообще работает так сушеное мясо понятно это все в житницу можно скинуть бла 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 странная фигурка оленя на два килограмма бублик ну заходи заходи не стесняйся чего ты забираем у него глину и весь известняк и складываем это все дело в сундук ой как классно после рабочего дня то посидеть да на они сами получается костры то зажигают вместе с факелами судя по всему класс да возле теплого домика после трудового рабочего дня такого до присесть и отдохнуть кайф это конечно кайф так и теперь когда я открываю все у меня все появилось за исключением амбара но в амбаре у нас там дела по-другому обстоят у нас же в амбаре все работает все работает и зависит от того собран ли урожай так бубляш чем мы с тобой в гастовию поедем ой-яй-яй богатенький пока что да у меня есть 2000 я могу до гастовии и на извозчике махнуть вот такой вот я деловой извозчик мне нужно поехать гастовия погнали и вот мне еще интересно я хотел с юни гостом поговорить но что же у нас там салвином то происходит ой он в эту дождливую погоду стоит и грустит у окна здорово дружище у тебя глаза горят о чем так задумался вы не ошиблись я планирую построить мишень для стрельбы из лука хотите помочь конечно хочу я могу достать нам солому без проблем но мы могли бы также использовать несколько бревен и молоток чтобы построить его ни слова больше я вернусь совсем что требуется нужно 5 бревен и один деревянный молоток так у меня все готово аллен чем мы пойдем с тобой стрелять из лука делать мишень где-то есть то блин какой-то он местами печальный но с другой стороны был пахарем да сейчас вот вроде решил изменить свою жизнь мы знаем что у него какие-то семейные там трудности вроде все идет хорошо здорово ну вот что дальше я знаю где ее лучше поставить идемте за мной вперед погнали надеюсь не так далеко как мой водка газ гизель или газели ходили еще и по пути бандита встретили надеюсь сейчас полегче как-то будет до без неожиданностей но он идет судя по всему к выходу я правильно понял это где-то там блин он он наверное меня передразнивает или мстит мне за наше предыдущее с ним путешествие я просто бежал что и сил он за мной уплетался сейчас он намеренно медленно идет чтобы я тоже за ним медленно шел судя по всему да ну давай давай пом пом бом 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 и я забыл навоз лин вкладка управления нет удобрений да нет предмета удобрения гениально то есть мы опаздываем по полям а сейчас у нас какой сезон осенью моё слушай он давай с тобой постреляем и я поеду уже удобрение отнесу нашим ребятушкам а то у меня просто урожая не будет зато слука постреляю да так говорить это идеальное место как вы думаете да вполне годится что теперь теперь я буду практиковаться в стрельбе если у вас есть время покажите мне как вы это делаете вы явно стреляете лучше меня закончить диалог ну давай чё так поговорить с алвином мысли а стрелять сейчас не надо что ли ну-ка дневник история алвина наконец-то мишень готова свободное время я покажу алвину как стрелять ну давай здравствуйте да ты не устал здороваться дружище мы же с тобой только что разговаривали почему здравствуйте мы же ровесники с тобой нет хорошо мой начинающий лучник смотрите и учитесь слишком много официоза конечно этих ребят думаю метров 20 от цели достаточно покажите мне как это делается ладно давай погнали так мне нужно прицелиться до а сколько это 20 метров как как узнать то вот это 20 метров или нет счет 0 из 20 расстояние 21 метр надо еще на точность 66 а нужно просто набрать счет ну давайте у меня же еще арбалет есть сейчас тебе покажу блин где раки зимуют смотри а я получается в упор могу что ли да а чё не заряжается арбалет болтов нет блин же нужно экипировать да ну ка как вообще эта штука стреляет но более-менее а ну-ка эксперимент так вот у нас мишень где-то так значит а он не может задержать дыхание нет я промахнулся вообще не туда пострелил вот сейчас кажется попал 67 счет 30 точность соточка расстояние 45 метров вот это хорош вот да вот теперь бери пример ну-ка как теперь нужно обратно медные стрелы до взять а это же не честно я его хотел научить слуг стрелять а сам с арбалета ну ладно и опять промазал ну и ладно здорово мужик вот как это делается были бы вы настолько же скромны насколько точны я не могу быть и темы и другим впереди у меня много практики я буду тренироваться еще больше пока не буду готов встретиться с вами еще раз будьте готовы к турниру по стрельбе из лука когда мы снова встретимся приятно ну тогда до скорого дождитесь следующего сезона мне здесь нужно еще поговорить с юни гостом но также мне нужно купить навоз пока я не забыл ой я помню сюда дорожки же надо переделать в ориентации на север-юг-запад-восток покажи мне свои тамары со тамары говорю товары соби мир ты мне можешь продать 25 килограмм навоза ну все до свидульки спасибо большое жалко тут нету транспорта прямо до моего поселения и но есть же можно же добраниться доехать получается ну ладно давайте с юни гостом здесь поговорим раз по пути и пойдем отнесем навоз здравствуй юни гост давно не виделись действительно давно рассимир как поживаете отлично я недавно встретил вольмика я рад похоже вы идете по следам прошлого иордана как вам и хотелось да вот почему я на самом деле здесь я хотел спросить у вас о кестрил о значит вы слышали о ней до вольпу упомянул ее имя но больше ничего это не моя история чтобы ею делиться сказал он юни гост это действительно странно почему он так сказал действительно странно кес я имею ввиду что она да она была частью шайки и это было бы это слушать слишком много многоточия юни гост похоже вы пытаетесь вести себя непринужденно как будто у вас инсульт я полностью согласен с россии миром вы правы извините я просто не был готов к этой теме и и к ней видите ли кестрилл была я помню тот день когда мы встретились и я иордан самбур возвращались с одной из миссии это было действительно потрясающе ограбление уловка битва революция что там провал короче говоря мы были вынуждены срезать путь через реку и при переправе потеряли большую часть нашего барахла скакунов тоже после нескольких дней блуждания по лесу мы наткнулись на небольшую деревню мы были слишком измотаны чтобы даже обдумать как поизящнее обстрепать дело поэтому решили просто взять лошадей из конюшни и оставить немного денег так мы и сделали начали в спешке выезжать на лошадях из деревни как вдруг услышали громкий свист лошади сразу же остановились на месте как будто были очарованы чем-то иордан упал сразу самбур изо всех сил пинал лошадь но она даже не сдвинулась с места а потом мы услышали ее голос если вы мальчики хотите сохранить на местах головы и что пониже вы быстренько слезьте с моих лошадей и слиняйте я оглянулся и увидел самую красивую женщину которую я когда-либо видел держащую лук со стрелой направленный прямо мне в глаз в этот момент ваш дядя наконец-то пришел в себя и будучи чертовски рассерженным и начал высказывать ей все что она не думает она немного сдвинула лук и выстрелила она застрелила его и глазом не моргнув мы с самбуром чуть не умерли от смеха что почему это был первый единственный человек который обвел иордана вокруг пальца как ребенка видеть как иордан истекает кровью а мы ржем над этим должно быть было невероятно странно она наверняка решила что мы какие-то психи я уверен что она именно так и подумала в итоге мы провели вместе целый день она ухаживала за раной иордана который за все это время не сказал ей ни слова и мы самбуром просто умоляли ее присоединиться к нам когда мы раскрыли ей нашу миссию чего мы никогда раньше не делали с незнакомцами она вдруг согласилась вот так в этой женщине не было даже капли страха самая храбрая душа из когда-либо родившихся единственным ее условием было забрать всех лошадей у нее не было никакой семьи кроме этих животных и семья никогда не останется позади их было пятеро кто-то может назвать это совпадением или чем-то другим может быть судьбой 5 был за вольди да правильно действительно кольня звали бур что делает его полностью подходящим для его будущего владельца бур таскал наши сумки почти год пока не обзавелся наездником и эти двое стали лучшими друзьями я вам вот что скажу но вернемся к эстеру и ордану она сначала не понравилась только раз я видел его таким неуверенным в себе он не смог околдовать ее одним взглядом как любую другую женщину поэтому он негодовал по крайней мере на время потому что вскоре все стало на свои места солнце всегда встает на востоке и заходит на западе это невозможно изменить тоже было и с иорданом он всегда получал то что хотел и этим следовало восхищаться и желать поступать также у нее не было шансов они были вместе кэстрл и иордан ну это началось как интрижка но разве не так начинается каждая любовь вскоре они стали неразлучны если бы я не знал иордана так хорошо я бы сказал что она изменила его но он не изменился он не мог он просто наслаждался своей новой игрой отношениями даже сам бор в какой-то момент понял это все поняли кроме кэстрл вскоре иордану эта игра как и любая другая наскучила поэтому он снова начал волочиться за другими женщинами но теперь перед ним стояла другая задача еще одно треволнение хранить это в секрет от кэстрл было больно смотреть действительно больно особенно когда я так сильно любил их обоих вы имеете ввиду любил как семью верно россимир я полюбил кэстрл с того момента как она направила на меня стрелу но я всегда был застенчивым и жизнь в тени иордана только усугубляла это так и держал все в себе годами пока нет что ты имеешь ввиду юнигост у нас завязался роман говорит нам юнигост значит ты предал иордана получается так дорогой россимир нет ничего черно-белого вы определенно узнаете это с возрастом все мы живем в бесконечных оттенках серого но да это бесспорно я ненавидел себя за это и я ненавидел его за то что он ранил любовь всей моей жизни за то что заставил меня солгать ей и сохранить эти грязные секреты в то время как у меня был один из моих собственных честно говоря это было утомительно но я не мог остановиться и не мог ее потерять и она тоже не могла перестать любить его я не сужу вас юнигост это звучит правда мучительно учитывая то что сейчас у него по-моему жена доброньего нет это не конец истории все пошло под откос когда она затяжелела я не мог ни есть не спать я начал отдаляться от нее неизвестность убивала меня был ли иордан отцом лежал ли я женщиной которая вынашивала ребенка от дорогого мужчины или может это было моим я не собирался воспитывать а собирался жить как его дядя во лжи как трус в то время в моей голове переносились самые мрачные мысли я все еще виню себя в этом хотел ли я чтобы это произошло чего именно ты хотел ребенок был мертворожденным я хотел умереть с ним в этот день но в это же время я почувствовал облегчение какой человек чувствует облегчение в такой ситуации когда иордан вышел из комнаты мне захотелось увидеть его глаза я хотел быть уверенным в том что именно должен чувствовать она не позволила мне я присоединился к иордану в его горе мы пили и плакали всю ночь я притворялся просто чутким братом но я был подонком подонок собственным горем тело ребенка было сожжено утром после этого я больше не могу вернуться к эстрел как иордан тот день она потеряла троих своих мужчин все поглотило пламя развеял ветер дымом и пылью юни гост мне очень жаль я понятия не имел через что вы прошли через что вы все прошли вам не о чем сожалеть дитя мое я пытался сказать вам это самого начала не завидуйте нашей жизни мы пытались сделать что-то хорошее что-то изменить но мы не были героями и мы все еще расплачиваемся за это мне нужно ее увидите не гост вы сказали что все вы оказались тут в долине я не знаю где она живет она не хотела чтобы я нашел ее поэтому я никогда и не искал но я почти уверен что сам бор знает вы можете попробовать вместе с ним ладно тогда этим займусь россимир если увидите ее скажите ей что я не важно ну хорошо не важно так не важно будь здоров тебя был шанс но ты и мне воспользовался у тебя же есть жена юни гост хорош ты чё хотел передать извинения наверно поговорить с самбором так самбор от конечно хорошо но мне бы в браницу да нет мне бы лучше домой нужно скрафтить навоза удобрений да ну что в этот дождливый вечер я вернулся свое поселение сделал немножечко навоза хотел навести на складе порядок но там блин все в беспорядке слишком много всего валяется и придется заняться этим за кадром конечно пока мы тут ходили у нас оказывается потихонечку потихонечку люди разбираются с грядками что-то ходят сеет ну главное что не бездельничают но на сегодня мы серию пожалуй с вами закончим проходим потихонечку основной сюжетный квест попутно еще с алвином там разбираемся надеюсь следующей серии мы еще и в турнире с ним успеем поучаствовать посмотрим но нужно сказать что скорее всего эта серия у нас выйдет под до новый год получается так да и в связи с этим хотелось бы хотелось бы пожелать вам хороших выходных разумеется доброго милого семейного праздника ну и естественно потом нас дальше и рождество там эти восемь дней выходных ну что сказать всех с наступающим новым годом большое спасибо за просмотр вкусного чая и добра